Ну и теперь давайте рассмотрим энергию, которая выделяется в электрической цепи. В том случае, если у нас протекает электрический ток, заряды, которые движутся, приобретают какую-то энергию под действием поля. Сталкиваясь с ионами, например, кристаллической решетки или друг с другом, эти заряды теряют свою энергию, и эта энергия переходит в тепловое движение. Мы можем вычислить, какая энергия переходит в тепло при протекании тока по проводнику. Если у нас есть какой-то проводник, по которому протекает ток И, и предположим, у нас на проводнике задано напряжение У. Тогда работа электрического поля равна, ну просто по определению напряжения, она будет равна Q умножить на О. Но И, это Q делить на Т, ну в простейшем случае постоянного тока, когда он вообще не меняется, и мы можем подставить вместо Q ИТ на О. И тогда работа будет равна И на О на Т. Можем воспользоваться законом Ома и выразить, например, напряжение через ток. То есть тогда будет И в квадрате умножить на РТ. Или же, наоборот, ток выразить через напряжение. И тогда мы получим У квадрат делить на РТ. Это работа. И эта работа переходит в теплоту. Работа тока переходит в количество теплоты. Соответственно, при выделении, при протекании тока у нас будет выделяться вот такое вот тепло в проводнике. Можем найти мощность. Мощность П. Это работа на время. И она равна И на У, или же И в квадрате Р, или же У квадрат делить на Р. Это вот в участке цепи, который содержит сопротивление. Пассивный участок цепи. В том случае, если у нас есть ЭДС, электродвижущая сила, то работа источника будет равна Q на ЭДС этого источника. Ну или же, опять же, И на ЭДС умножить на время. И на ЭДС на время. Соответственно, мощность источника равна И на ЭДС. Ну и в целом ряде олимпиадных задачек встречаются случаи, когда у нас есть источник. Источник, например, вот он. ЭДС. Р. Ну и где-то есть какое-то сопротивление R. Мы можем найти работу источника. Можем рассмотреть какую-то комбинацию, когда протекает ток. Протекает ток. И мы можем, например, найти полезную мощность вот в этой системе. Полезная мощность. Она обозначается буквой ПЕ. Она будет равна И в квадрате на Р. Или же ток, который можно найти из закона Ома для участка цепи с ЭДС. Будет ЭДС квадрат делить на R плюс R в квадрате умножить на R. Это полезная мощность, выделяющаяся в нагрузке R. Вот эта функция, ЭДС квадрат на R плюс R в квадрате на R, имеет экстрему. И если R у нас стремится к нулю, то полезная мощность равна нулю. Если R, сопротивление нагрузки очень большое, стремится к бесконечности, то мы получаем, опять же, полезную мощность стремиться к нулю. Оптимальное состояние, когда полезная мощность является максимальной, достигается при каком-то определенном R, лежащем интервале между нулем и бесконечностью. Для того, чтобы найти максимум, нам нужно P и E продифференцировать и положить равную нулю производную P и E по сопротивлению R. Из математического анализа известно, что функция имеет максимум, если ее производная равна нулю. То есть это необходимые условия экстремума. Ну а то, что это действительно максимум, а не минимум, следует из-за того, что у нас эта величина положительная и возрастает при малых R и убывает при больших. Давайте найдем производную. Это производная от числителя на знаменатель. Это R плюс R в квадрате. Производная от числителя — это единица. Минус производная от знаменателя на числитель, то есть минус R умножить на 2 на R плюс R и деленное на квадрат знаменателя на R плюс R большое в четвертую степень. Сократим. Получим R маленькое минус R большое равно нулю. R маленькое минус R большое равно нулю. И тогда R большое должно быть равно R маленькому. При этом условии достигается максимум полезной мощности. Вот в этом случае PE максимально при R большом равном R маленькому. Когда сопротивление нагрузки равно сопротивлению источника, внутреннему сопротивлению источника. Такой режим, когда достигается равенство, называется режимом согласования. Режим согласования. Ну а в двух других случаях, когда у нас R большое стремится к нулю, это значит, что у нас нагрузки нету. Такой режим называется режим короткого замыкания. И в этом случае при коротком замыкании здесь протекает очень большой ток, потому что здесь будет ток равен ЭДС делить на R. А второй случай, когда у нас R большое стремится к бесконечности, то есть здесь разрыв, тогда R бесконечности и ток равен нулю. Такой режим называется режим холостого хода. То есть режим разрыва. Вот такие вот режимы возникают в такой простейшей цепи. Ну все.